Переходим к лекции. Лекция номер два. Итак, название. Посадка семян и саженцев или почему пустые сады. Сейчас вы с удивлением узнаете, почему. Так, значит, второе. И саженцев. Про саженцев я сейчас сразу скажу несколько всего раз. И сегодня мы этого не коснем, что мы просто не дадим. Посадка семян. Все же начинается с семени. Вот, сами понимаете. А потом уже появляются саженцы. Поэтому идем по порядку. А на саженце сегодня у нас не хватит времени. Но про саженцы скажу следующее. Если семена растут нигде попало, ниже покажу фотографию, саженцы можно садить, начнут расти где попало. По-разному. Плохо, хорошо. Или умирать. Это геопатогенные зоны. Или нормально развиваться. Вот. Даже там, где сроду на десятки, а может сотни к этому, не растет почему-то ни одного дерева. Вот это вот мой район. Вот вокруг этой церкви сотни домов. Это ракурс такой. И везде растут плоды. Везде растут деревья. Вот. А это ужасное место. Вот здесь было и 40, и 45. Это возле меня. Так. Я тут левее. Пару километров. Вот. И тем не менее, я этим фотографиям подчеркиваю, что она символичная. Можно расти где угодно. Самое главное отказаться от всего, что вы знали до сих пор. Вот это то самое поле, где миллиарды семян. Вот такие тучи приносят. Вы помните зонтики в виде парашютиков эти? Одуванчики, да? Природа немыслимая создает комбинации. Я почему это предпочитаю верить Бога? Потому что невозможно это сделать путем эволюции. Невозможно. Посмотреть, как развивается дуванчик, и сказать, что он шло бы все равно путем. А посадисажность расти будет. Поэтому продолжаю эту тему. Вот это Украина. Это Киев печатал мою книгу. Начал печатать. Две брошюры напечатал. Потом, видите, какой год. Потом Майдан, и все. А письма идут из Украины. Я подчеркиваю, почему. Украина плюс наш юг, Северный Кавказ. Приграничная область с Украиной. Они мне многие говорят. Вернее, чаще спрашивают. Находится нет человек, который утверждает, что мои технологии к ним не подходят. Я думаю, ну как же так? Только сейчас говорили про ямки, да? Где гниют эти самые. Если у Сибири гниют, почему они на юге не гниют? Или там... Это самая... Заглубленная корневая шейка. Да там еще быстрее сгниет, там лето длиннее для этого. Ладно, вы поняли, да? Эта проблема заключается в том, что мы, особенно старшее поколение, любим читать, вот, я не могу с экрана читать. Многие так же. Книга, которую мы сейчас выпустили, мою книгу, Сибирский сад, Сотворение чудо, Северный сад. Вот. Ну, думал, раскупят, ага, сейчас. А, получается, просто о ней никто не знает. Эти фотографии, запоминайте их. На многих есть еще моя линейка. Вот это около 30-40 сайтов, вот эту фотографию. Остальные поменьше. Вот это несколько, вот это. Вот. Запоминайте потом, у кого будет запись, чтобы не попадайтесь на удочку. Вы потом еще спросите, а что будет у садикосчик? Вот это будет уже разговор по делу. Ну, это реальная фотография, это реальные плоды, это реальные семена. Оречайший случай. Это все фотографии присвоили чужие сайты. Значит, своих у них нету. Вот. Вот эту запомните, потому что это дикарь. Что с него получится? С этих косточек. Отдельно поговорим. В этом ваш вопрос, кстати. А вот 60-граммовые. А вот персики. Вот. Серафим. Черные абрикосы. Черный принц. Академик. Сливы. Персики. Вот это все фотографии украдены. Это значит, что вся Россия находится в этом, как бы сказать. Ложь, обман, провокация. Вот это уже Красноярск, совсем рядом. Красноярский сайт демонстрирует эту фотографию и продает молдавские. Ну, ясно, что они все умрут. Так, сохранение материнских качеств. Ваш вопрос, я его выделил. Датчик из датчиков. Те, кого я отнес к волшебникам, они будут привать. Датчик привать не будет. А если привал, то уже обжегся. Значит, получается так. То, что я пролеснул, там крупноплодные. Там крупноплодные. Вот. Они, я так скажу, не читая то, что вот здесь написано. Они крупноплодные. Костки крупные. Но у них уже есть гены дикарей. Все знают, что мы по двое самым разостойким в мире. Я собрал такую коллекцию. Когда в Европе говорят, зачем нам дикари. А по Мичурину дикари не имеют совмещения с культурными. Это касается и сибирок. Это касается манджурских абрикосов. Вот. Практически это так и есть. Вот. Ну, нюансы. Просто пока, поверьте мне на слово. Есть варианты. Полуокультуривание. Четверть оккультуривания. Когда уже смешались гены. Дикарей полуокультурных, культурных. Многие сохранили и вкус, и качество. Но повысили морозостойкость. Многие, я про свой сад говорю. Чуть-чуть потеряли качество. Допустим, вместо 80 грамм плоды, 60 грамм. Вот. Но морозостойкость повысилась. Вот. Какой-то дичок, который стал культурным. В свою очередь. Ну, не дичок. Ну, это сильно сказано. По двой. Стал крупнее. Я же не зря вот это вот показываю. Вот этот абрикос мой, которому 30 года исполнилось. Вот. Манжурский абрикос. Он стал съедобный. А был несъедобный. А вокруг родители. Вкусно. Вот я коротко ответил на ваш вопрос. Вот. Вот эта фотография. Я, если не ошибаюсь, ее где-то в лесу или... В общем, это самосевый. Должен быть дикар. Но сами видите, что многие качества культурных сохраняются. Вот. Завет Мичурина. Такой. Семена взятые. С привитых яблонь. Привитых на дичок. Из них вырастут дички. Короче, я не стал испытывать судьбу. Это не совсем так. Вот яркий пример. Видите? Вот он самосевый. Но в большинстве случаев будет или дичок, или полукультурка. В большинстве случаев. А так как видят мои яблоки. Не, они крупные. И вспомните первый недельный вебинар. Не крупные яблоки. Огромные. Вот. И тут, даже тут нет гарантии, что... Вы же захотите, чтобы у вас выросли такие же огромные. Я не стал никого подставлять. Не стал никого обнадеживать. Вот. Хотя они морозостойкие. Благодаря подвою. И я решил, нет. Не буду я торговать семенами себе в убыток. Хотя у меня, сами видели в видеофильме, сколько у меня яблок. Не просто валяется, а пропадает. Вот. Бери и ковляй. Значит, вот это вот для чего фотография. Это опять на тему семян. Так. Мы до посадки сейчас дойдем. Почему я различил эту фотографию? На ней четко видно. 2016 год. Я вот эти абрикосы продавал в 2017 году. Вспоминайте, кто уже со мной имел дело. Так. Я никого не обманывал. Я бы мог продать больше. Мог продать дороже. Если бы, я в 2017 году вот этого цифрики бы не ставил. В каталоге. Вы помните? 2016, 2017, 2016. Вот. 2016 было больше, чем в 2017. Все честно. Вот. Я провел гигантский эксперимент с вашей помощью. Вот это все было продано. Видите? 2016. Но не все 2016 в этом холодильнике. Все вот это было продано. И. Пошажено. И я выяснил еще одну загадку ХХ века. То есть, 21 века. Знаете, какую загадку? Схожесть ниже, такая же или лучше? Вот. Потом я уже делился с самим нашим главным авторитетом Бродским, Игорь Васильевич. Я говорю, Васильевич, по отзывам, схожесть у прошлогодних оказалось лучше, чем у свежих. Он говорит, а ты чего этого не знал? Я это давно знаю. Все это проходил. То есть, поняли, вот это вот гигантский эксперимент, вот это мы с вами провели. Одной загадкой стало меньше. Хранение вот такое вот. В холодильнике, в сухом виде. Естественно, приготовлены были с перезревших семян. Это самое отмытые, отковыренные, отмытые, подсушенные. Сушил где-то в среднем два дня. Ну, бывало три. Вот. Банки и закручиваются крышки. И раз в неделю проветривание. Вот. Лишний год пролежали в схожем случае. Вот это я вам одну из загадок. Я еще одну загадку решил. Потом я вам еще покажу загадки свои. Это мое любимое занятие, потому что я понял, что это садоводство превратилось в дурдом. Приходится начитать все сначала. Ну и масштабы у меня, видите. Мы с вами проводили вместе эксперимент. Вот это все. Ладно. Вот это вот фотография сделал, например, на вьюне. Это семена чего-то перележали, нашли. А что это? Китайка, желтая. Ну, убедились, что... Знаете, когда человек говорит, у меня... Я у вас выписал там китайку красно-желтую, например, там, неважно, или там усурейку, неважно, какую сливу. У меня ни одна не взошла. Нашелся человек с эстонии, который сказал, выписали бракованные семена. Ну, вот вам пример. Вот. Какие они бракованные? Тут проблема другая. Что делать, когда они перерастут? А это может случиться не в июне, а это может случиться в марте, в апреле. Вы знаете, когда считаю силу с удивлением. 5-6 месяцев надо тренировать. Вот. А у меня бывает после Нового года стратификацию провожу, и то еле-еле успевают к апрелю. То есть к апрелю уже могут и перерасти. Вот. Понятно, да? Ну, здесь трудно, жесткие сроки. Конечно, не полгода, как литература утверждает. Но она может правильно утверждает? Попробуй при ноле градуса. А попробуй обыватель ноль градуса. Можете? В холодильнике раз в 40 за день открывают-закрывают. Не меньше. Так? Какие там ноль? Вот и получаются сроки сжатые. Средить надо. Как следить? Маленький секрет. Вот. Это персики. Ладно. Проехали, спят. А вот. Вот. Всё. Пора. Можно выбирать вот эти, садить. А эти ещё это. Но тут самое главное, ребята, не переборщить. Знаете, как? Умудряются с банки выбрать проросшие. Садят. И действительно нормально всходят. А эти мучают. Их обратно в банку опять в холодильник. Короче говоря, некоторые до июня не всходят. И говорят, в чём дело? Я говорю, а почему вы не посадили в апреле? А? В марте, если вы живёте на юге. Чего вы ждали в холодном холодильнике? В чёрном он должен всем зайти? Вот. Сходят, но не все. У них расчёт, чтобы вы знали. Каждая индивидуальная программа рассчитана на А. Раннюю весну. В среднюю весну. В позднюю весну. А. Холодная осень. В теплую осень. В. Это самое, жаркую осень. Ещё аж три пальца загибаю дальше. На сухой осень, на среднюю осень, на дождливую осень. Вот уже девять вариантов. И ещё резерв главного командования. Ну, это понятно. И месяц. Я ничего не мог сделать. Их не купили. А их уже не спасти. И вот. А я-то думал, эти редчайшие вещи покупать будут. Ладно, следующая фотография. Мыши. Их работа. Ну, правда, они не съели этот саженец. Но могли. Ещё раз говорю. А, там я пару примеров приведу поконкретнее. В общем, сами смысл поняли. Дело в том, что с одной стороны, дёрн это святое. Дёрн должен быть в садах. С другой стороны, чем хорош полностью перекопанный сад. Ну, вы можете перекапывать 10 суток или даже 5. Или даже 3. Особенно в моём возрасте. Вот. А потом рыхлить, рыхлить, рыхлить. Трава прёт, прёт, прёт. Вспомните грядки морковные, свекольные. Что творится всё лето. Как тут быть? И всё-таки зарачивать. Но мышей травить приходится. Вот он, великий гуманист. Так. Теперь. Смотрите сюда. Посадили вы косточки. Под ним не было ни одного плодика. Я всё собрал. Это королевский. Тут чё королевский, 25 рубля косточка, булка хлеба. Да я удавлюсь, мышам не оставлю. Вот так вот было. Это примерно года 2 назад, когда был большой урожай. Ну, в общем, во всяком случае, здесь я королевский, я собрал все до единого. Весной я увидел такую картину. Они все разгрызены. Они не расколоты ни этим, ни молотком. Просто, когда ближе разбираешься, видно, что это зубы, это все разгрызены. Натаскали отовсюду. И тут я вспомнил. Может, Антон Валерьевич Сафронов. Кто-то мне с Кемеровской области мне эту новость сказал. Говорит. Примерно так. На память, но почти не на вру. Ага, значит, посадил он мои косточки, ни одна не взошла. Пришло время, он все косточки нашел в одном месте. Ну, вдали от грядки садил. Вот так вот. Мыши устроили кладовку. А вот здесь натаскали, я так понял. Причем, ладно бы там, я бы сказал, оставил там. Оставлял много под такими, под менее, такими, менее роскошными плодами, деревьями. А тут-то, где не было ни одной косточки. Вот это вот кладовка. Отовсюду собрали. Вот это имейте в виду. Вот. И с этим связана посадка. Мы сейчас будем говорить про важнейший вопрос. Про глубокую посадку, про среднюю посадку, про мелкую посадку. Вот эти простейшие бутылки, именно в данный момент накрыты прививки, да. Вот под прививками день идет за два, за три. Вот. Абсолютно исключен вариант А. Мыши. Мыши. Если где только после ветра сильного, там, пурги, часть бутылок переворачивается. Мыши уже не грызут ранней весной. Раз. Там тепло, там влажно, там просыпаются раньше. И что самое главное, под бутылками эти листики появляются раньше, чем на вот этих деревьях. Видите, которые тут же растут. То есть, на месяц опережается природа, становится равносильно Украине. Мне говорят, а у вас климат как на Украине. Вот показать бы кукиш. Украина. Это самое. Украинцы тут мерзнут, как эти суцки, кто приезжал ко мне. А под бутылками, да, Украина. Вот это вот уже филиал. Под каждой бутылкой кусочек Украины. И тут получается наоборот. Опережают на месяц. Они отстают на месяц, если проивать без бутылок. И вот я к чему говорю. Я не пробовал накрывать косточки, семечки бутылками. Вот. Попробуйте вы. Ну, еще один шаг сделайте. Я уже все почти. 99% работы сделал за всю науку. Доделайте до конца. Вот под бутылкой поможет или нет. Потому что, еще раз говорю, это работа мыши. А, таких 4 гнезда по всему саду оказалось. То есть не гнезда, а кладовки. Пойдем дальше. Вопрос вопросов. Это не вопрос, а целая эпопея. Все началось вот с этого. Одно из этих знаний, это заглубление семян на несколько сантиметров. Чаще всего встречается цифра 2-3. Смертельная. Реже, но встречается 4-5. И даже у суперспециалистов 5-6-7. То есть сегодня попадаются звучные фамилии. Те, кто считается выросил абрикосы, но показать их как-то стесняется. Но в этом, в своих публикациях, в своих роликах, они закапывают глубоко. Рассмотрим эти две части. Но чуть позже. Вначале я вам покажу то, что есть. Итак, это важнейший момент. Я потеряю несколько минут. Даже если я до конца не долистаю этот фильм, но главное скажу. Итак, Константинович, поздравьте меня. Ваши абрикосы дружно взошли. Вот. Все замечательно. Я счастлива. Кстати, посмотрите, как сыро тут в эти горшочки. Так вот. Я тут же. Моя реакция на письмо или на звонок, не помню. Срочно фотографии. Вот. А, и второй вопрос. Как глубоко закопали? Ну как, то несколько сантиметров в ответ. Говорят, срочно раскопать. Раскопать немедленно. И прислать фото. Ну, вот это фото должно украшать тему, как не надо садить. Я не болту. Одно дело, когда человек посадил грядочку, а потом на весь мир звонит, как он замечательный. И вот его советы, пользуйтесь. Вы знаете, я при саденном хозяйстве, я был такой совет. Вот у меня это яблони давало. То ли мелкие плоды, то ли не давало. Я взял топор, стесал кору в основании. Стали давать крупные плоды. Я не ему. Ну, ну-то ладно, конечно, потом яблони погибнут. Вот. Дав это плоды. Вот. Разочек. Но тем, кто руки отрывает, это тем, кто печатает эту вещь. Чуть не сказал на букву Х. И вот, смотрите. Если я что-то делаю, то 33 года я вот это все изучаю и прохожу. Вот это 2017 год. Да, 2017. Следующее фото. Середина 2017 года. Имею я право советы давать. Осень 2017 года. Это Сергей Валерьевич. Еще раз говорю. Вот оно. Вот оно. Убедились? Вот. Вот это и есть нормальное садоводство, нормальная сатификация. Садить сатификацию в феврале. Возвращаясь к этой фотографии. Я сейчас с конкретным предложением. Простите, за несколько минут отвлекся от главной темы. Саиногорск, Черногорск, Минусинск, Абакан, Шушенска. Вплоть до Красноярска. Тоже найтись человек, который возьмет. Ну, к примеру. Возьмет по 200 рублей. Это полбутылки. Четверть бутылки нет. 300 грамотки столько стоит. Вот. 200 рублей. Штучка. А они уже двухлетки. А люди любят крупные покупатели. Вот. И со справкой из фермерского хозяйства Железова. Вот. Но немножко позже про них. Ну, вот. Возвращаясь теперь ближе к делу. Вот. У меня сейчас много таких фотографий. Они уникальны. Они годятся как раз для будущей энциклопедии. Вот это вот по моему совету было раскопано. То есть, может, не конкретному совету, по моей технологии. Уже после посадки. То есть, вот так вот оно было закопано. Вот. Спасено. Видите? И даже появились побеги. А это все должно было бы, по идее, сгнить. Вот эта часть. Вот. Еще раз возвращаюсь к этой. Вот это самое страшное дело, что никто из специалистов за 200 лет печатного дела не написал. Караул, спасайте деревья. Спасайте будущее. Спасайте все с удовольствием. Нельзя заглублять. Ладно. Но тут другая истерия. Я же стараюсь быть объективным. А? А вот когда они глубоко закопаны, у них есть свои плюсы. Ведь когда-то почему? Не ведая о последствиях. То есть, потом, да, через год, два, три, через пять, семь, если сухой климат или сухая почва, а даже если глубоко закопанные семена долго держались в виде деревьев, то есть основание штампа под землей должно сгнить. Но бывают и довольно засушливые регионы. Не сгнивает. А советы распространялись для всей страны. И чем кончилось? Я не знаю, есть ли в Крыму этот самый сад. Может быть, крымчане тоже меня сушают. Может быть, кто-то найдет его. Где вот несколько тысяч абрикосов деревьев, крупнейшая коллекция в России. Ну, я понимаю, в Крыму где же еще быть-то? Учитывая, что до сих пор считают, что минус 30 абрикосов поврут. Вот. Погибнут. Понятно, в Крыму? А вторая-то в Ленинграде. И случалось, что там несколько тысяч. Вторая крупнейшая коллекция в России или там, может быть, тогда в Советском Союзе. Крупнейшая. Тысячи деревьев. Сейчас-то ни одного нет. Вы же догадались, почему. Вот. Но тут другая сторона. Кто-то когда-то проводил, видимо, эксперимент. Или просто много садил, набрался опыта. Лом же посадишь, зайдет. Мало того, легче переносит микрорайдии, перепады. Намного легче переносит, чем те, которые по железу символически закопаны, там миллиметр сверху, чем-то припорошены. Вот. Понимаете? Он видел, что лучше зайдет, количество больше мыши до них не добрали, где-то добились-ка до него. А пока появляются мыши как-то раз весной, ранней весной с голоду, а потом только появляются зелени, мыши, витамины, мыши тут же отстают от этих, от саженцев. И получается, лучше посаженные давали лучше, на первом этапе лучше результаты, чем слегка посаженные. Или просто лежащие на земле, вот как эти, да? Лучшие результаты давали. Видите, ни одного схода не было, тут так и не появилось ни одного схода. Все сожрано. И это привело к таким сразу результатам, а то, что через несколько лет начинают умирать, причем ноги угасают не сразу. Корневая шейка гниет, основание штампа гниет, но не так быстро. А короткий век, больше ничем объяснить и сможет. Вот, вот спасенный саженец. Ну, на один спасенный тысячи неспасенных. Ну, что сказать, вот груши слаще не бывает, да? Вот. Вообще не бывает слаще. Вот несколько сортов, это какой-то, какой-то кошмар сказать, какое-то волшебство. Привитых, естественно, но уссурийки. Ну, качество сохраняется настолько, что сладость неимоверная. Ну, я же с Украины, я могу сравнить. А семечко, а что из него вырастет? Я взял семена нарядные фимово, воронежское и ладо. Они не просто сладкие, у меня есть еще слаще. Вот. Но, допустим, лесная красавица на Сбергии, поюжнее, страшновато, да? Вот. Я взял вот эти вот три пальца загнул, их собрал, вырожай был отменный. Значит, откуда у меня семена? Я их не мог купить, дорогие эти, импортные, наковырять оттуда семена. Я бы разорился, наоборот. Еще не продав, я был бы банкротом. А тут прекрасный урожай, много семечек. Вот. Ну, правда, сгноить вот эти груши пришлось бы. Вы в мои порядки знаете. Не бывает такого. Только с перезрелых. Тут качество гарантировано. И вот я вот эти три сорта, воронежская лада и нарядная фимово, предлагаю в качестве семян для волшебников. Волшебник номер один в Советском Союзе. Кто был? Мой друг Боднар Борис Иосифович. Вот так вот. Он все из магазинных семян выросил, уникальный сад. Где была наука, где она до сих пор. Я вам чуть покажу сюрприз от него. Только от него надо валидол глотать потом. Вот. Прошу не путать семенное размножение. Вам кажется, вот если вот это вот у меня довольно приличное по размеру и по возрасту. Это сибирская штамповая вишня. Мое название личное. Вот. Ну, одичавшая, назовем ее одичавшая, одичавшая среднерусская вишня. Потому что я не могу сказать, что она именно лавиверская. А это отводки. Вот так они выглядят. Это не то, что семян наплевали или там они сами нападали. Просто надо различать. Для разных климатов совершенно разные. Вот Ленинград она пойдет. Вот. Это именно потому, что дает отводки. Мы когда-то про каждую поговорим. Про каждый сорт. А это одичавшая ранецка. Маленькие, красивейшие яблочки такие. Вот. Лучшего подвоя нет. Почему? Природа вопьет. Расширяются границы так называемого рака. Похож на рак. Не подсходите к деревьям секатором. Вот это подвоя и будущим деревьям. Спасение. Вот оно. Вот. Понимаете, да? Кстати, там каталоги. Они это. В моем саду. Это четвертый год идет. Они намного крупнее. Я где-то своим ростом не достаю. Так уж получилось. Не достаю до середины. И они начали это. Это довольно крупные, невероятные деревья. Это Бродского. Косточки я посадил. Получил результат. Почему я их здесь показываю. В таком виде. Это вот снимок вчерашний. Потом вчерашний. Примерно. А сегодня, кстати, 20 октября. Вы знаете, одной из причин, друзья, не хватает лета. Вы представляете, когда в марте оттаяла земля, а в мае пошел садить деревья. Как они вызреют? Да никак. У них уйдут, это самое, с невызывающими почками и погибнут. Плюс еще кто-то с дуром начнет осенью века обрезком делать. И у них эти почки почувствуют, что опять начнут расти, просыпаться. Я уже не говорю, иногда зацветать. Чаще просто даже на юге мороз погибнут. Легкий. Потому что это пить шибко страшно. Поздно садим. Поздно. Я уже не говорю о том, что никто не применяет эти бутылки, которые я вам говорил. Которые дают месяц, как минимум, до бакки. Поздно. Раз. И второе. У меня, если вы пройдете по саду именно в эти дни, я не успел фильм сделать, но пару фотографий сделал. Значит, рядом манчжуриц. Ни одна листика. А тут же дерево. Это касается семенного размножения. А тут же дерево у меня под названием среднеплодные, красивые, крупные плоды. Довольно крупные. Дар небес. Европейский сорт. Понимаете? А он весь в листьях зеленых стоит. Поняли уже почему? Он всего несколько лет как плодонод. То есть адаптация начинает. А этот не помрет? Нет. Почему? Это Дальний Восток, это Бродский. Вот. Но они семикультурные, да? Вот. И еще не до конца адаптированы. И не надо. Да, несколько поколений лучше будут адаптированы. Кто бы спорил? Или те, которые я переносил черенки с этого же там, со второго сорта, с волдового дерева на следующее поколение, уже со следующего поколения, на следующее и с последнего поколения опять. И что я добился? В саду сейчас у меня на абрикосах листьев нет. Поняли? А вот это предстоит. Потому что глаза режут. У меня дальневосточники все давно без листьев. А это еще листья. А вон еще некоторые еще и зеленые. Вот. Но и адаптация происходит у самого дерева. Они способны к адаптации, к самоспасению. При условии, как можно раньше садите. А то не хватает. В мае, в марте земля оттаяла. Садят в мае, потому что удобно. Три или там четыре дня выходных. Татьяна Александровна, кстати, тоже садовод. Чья работа? Железова, старшего. А по чему она все сделает? Это заброшенный сад. Задичавший полностью. Здесь два десятка огромных. Сорока, сорокапятилетних уссурийских груш. Это все на всю Сибирь. Больше найти не удалось. А ковром ложатся. За 33 года, что я знаком. Ну пусть не 33. За 33, что я знаком. Трижды был слабый урожай. Но все равно был. А остальные годы. В три слоя лежат. Лежат грушки мелкие, маленькие. И. А лежит их десятки тысяч. Я не преувеличиваю. У меня не было никогда фотоаппарата. Так. И мы до последнего времени. Берем вот столько. Ну. Мне один год удалось выкопать 600 штук. Вот. Что это значит? Это уже селекция. Раз. У меня несколько штук растет в саду. Видели? Огромное урожай. Да. В прошлом году ни одного плодика. Вся молодежь. Ей по 7-8 лет. И в этом году бах. И собрать невозможно. Да вы видели в фильмах соответствующих. Я это говорю не для хвастовства. Я говорю, что это бесценная вещь. Вот. Вот так она выглядит. В виде готовая. То есть это семенного размножения. Мало. Но для небольшого скромного питомника железа ухватает. Обычно 500-600 штук. Больше не удается. Больше и нету. Так. Схожесть крайне низкая. Но сходят лучше. И это уже есть селекция. Самые надежные. Самые как бы назвать. Жизнестойкие. Вот. А вот узнаете. Это она же. К осенью. Вот такая. А может середины лета. Я не помню. Я не помню. Вот так она выглядит. Немножко грубовато. Немножко корявое. Кривое. Но потом вырастают шедевры. Шедевры вы видели. Пор семян. Вот он так выглядит. Почему молодой сад сгнил? Потому что его так посадили. Его садили. Ясно, что садили небрежно. Заглубляли. Эти самые корневые шейки. Не делали обрезку. Обрезка. Предпосадочная подготовка. Это в первую очередь обрезка. Это святое. Никогда этого не добьюсь. При этой жизни точно. Потому что никто не хочет резать. Сколько я уже разговаривал с продавцами. Товарный вид портить не хотят. А я когда себя купил. Ему плевать на то, что он понес на смерть. Не обрезан и саженец. Но дело еще не в этом. Наша тема, друзья, семена. Согласны? А раз наша тема семена, напоминаю. Заглубленное семя дает гниль внутри дерева. Вы поняли, что есть научное слово пикировка? И чтобы улучшить корни, вы должны вот здесь отрезать. Вот эти корни распушатся. И саженец будет лучше. Вот в чем беда. Самое идеальное, это вот то, что вы видите. Это в моем саду. Первый мой снимок. Я никогда не думал, что надо за это символически заглублять. Пояси не заглублять. Пока мне не размыло ливнем. Только посадил. Я никогда глубоко не закапывал. Ну, дураку ясно, что если в природе... Заметьте, дураку ясно. А им не ясно. Вот. Что в природе ничего не закапывается, да. А тут размыло и пошли. Ну, это особый случай. Дело в том, что красота спасет мир. Вот это голубая ель. Так, голубая ель. Не смотрите, что они пока зеленые. Потом поголубеют. Вот. И один раз спортивный интерес. Да невозможно. Да это вот трудно. Специальная технология. Специальный грунт. Специальный. Я взял, песок посадил. Я взял специальный грунт. Купил его в этом магазине. Посадил специально. И просто в землю. Все взошло. И так, и так, и так. Вот так, если посмотреть. Еще раз. Значит, мало того, что вырастить абрикосы. Вот они. Выращены однолетние. Пересажены для прививок, да. Надо еще хорошо бы вам найти склончик. Смотрите. Вот он, да. Тут градусов 10 склончик. И часть из них растет и плодоносит. Потому что я их выкапывать не стал. То есть мы не стали. Сергей их привил. И так я оставил. Видите. Холмы получились по неволе. За счет того, что здесь. Ну, как бы условный холм. Раз есть склон, значит, уже не задерживается влага. И плюс еще вот тут вот топтали, а тут не топтали. И все лишнее продано. И помните мои фильмы. Ходим среди полносящих абрикосов. Быстро. На третий год уже плодоносит. Хотя их никто и не торопит. Вот. Поняли, да. Ну, вот так он выглядит. Склон с другой стороны. Теперь видно точно, что склон. Вот. Просто один из советов. На ровном месте абрикосов вырастить труднее. А здесь никогда не сгнил. У нас тут вон на той стороне, вот, то, что вы видите, горы. Это та сторона. Там такие крутые склоны и дачи. Горные дачи. Люди ничего в садовстве не понимают. Они просто садят на склон, и все. Там искальный грудь рядом. Там яму выкопать. То бывает трудно. И все растет. И абрикосы плодоносит. А умников на ровном месте садят. Понятия не имея о том, что нельзя в ямку садить. Вот. В углублении. Нельзя корневую шейку. Смотришь, нас учат, а у самих садов нет. Кое-чего. А вот этого я не могу пройти. Вот саженец посажен. И как? Поглубже. А еще у нас умники говорят, садите по прививку. Ну, результат я это самое. Знаете как? Когда меня спрашивают, а что же это? Да вот уже саженец не молодой, ему уже 3 года. А вот вокруг черная земля. Видите, никакого дерна нет. Вот. А я-то как? Я говорю, саженец уже... А, чуть выше не видно. Сухие ветки торчат. Ну, верхушки. Я говорю, все саженцу, хана, выбрасывайте. Как выбрасывайте? Ну, я психанул, извините, иногда не удерживаю. Вот. Взял и разломал. Поняли? Специально. Я говорю, ну, вот теперь же ждите, когда у вас вот это вот гниль заживет. Закопали, закопали. Я вас что учил? Закапывать учил? По прививку? Вот это дурь. Ведь я сам слышал на базаре, на рынке, чертова. Когда один спрашивает, как закопать, то есть. А тот пригубщик, который в жизни ни одного дерева не садил, говорит, по прививку. А другой, говорит, выше прививки, дополнительный корни даст. Вот. Вот это я даже не помню, что там. Наверное, это самое, может быть, не вижу я саженца. Снимок присланный. Мне много бесценных снимков. Вот. Наверное, там, может быть, как раз-то и должен расти этот самый. Вокруг мульча, чтобы не высыхало. Самое главное, чтобы мульча не закрывало основание штамба. Это момент важнейший. А там, может быть, та самая косичка и торчит. Вот это я, помните, девять пальцев загнул. Весна ранняя, поздняя, средняя. Сухая, влажная, полусухая. Морозная, ой, там еще. Ну, в общем, повторяться не буду. А это вот. В один день закопаны были песок, сфиксированы. Достал, что увидел? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь вариантов. И вот это вот, смотрите, самое ценное. Это, вот, все взошли, а он не взошел. Он может зайти в следующий год. Через год. Почему? Резерв главного командования. Катаклизма, все это взошло, погибло. Вспомните. Старина, Русь, летописи. Все лето идет снег. Было? Было. Какое, к черту, садоводство. Так, вот это будет важнейший момент. Мой последний эксперимент. Я не могу остановиться. Вот этот эксперимент был пройден года три назад. Вначале я собрал всплывшие косточки, то есть, которые всплыли, их тоже выкинуть. Я их взял два десятка вот сюда, закопал. Ну, всплывшие, значит, якобы мертвые. А вот это, вот видите, полиэтилен, да, вот он сбоку. Это я полиэтиленом обмытал и на балкон, на лоджию. А там ноябрь. То минус, то плюс, то минус, то плюс, то минус, то плюс. И нашелся живой, два живых. Еще и взошли. То есть, заметьте, не весна и в ноябре. К чему я клоню? Внимание, сегодняшний эксперимент. Я выбрал четыре. Это я вам говорю, потому что будет продолжение. В виде фильма. Может быть, успеем к другому вебинару. Задавайте. Ну, как там поживают ваши эти? Значит, сюда я засыпал, не засыпал, закопал, десять косточек у шурицкой сливы. Самое противное на скорость. Десять косточек. Десять, 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 десять. Земля. Чистая глина. Взято со стройки. Вот. Далее. Песок. Вот такой вот. Опять же, в строительстве свистнул. Вот это вот. Далее. Значит, чистая земля. Не чистая, а обычная земля. И, наконец, вот это вот лечебный ил с этого, с дна нашего Лукьяновского озера. Ну, там, где лечим радикулиты и прочие болезни. Вот. Прямо вот взял, думаю, а интересно будет, да? Дело лучше взойдет и дело лучше развиваться будет. Причем поставлю на лоджию, это пока на подоконник. И ждем результат. Я вас советую, присоединяйтесь, будьте волшебниками. Вот. Самое главное, что это все не пойдет потом посадить. Зайдет, проснется это все, по моим предположениям, ноябрь-декабрь на лоджии. Ну, знаете, солнце днем пекет обязательно, даже мороз на лоджии бывает плюс. Вот. Где-то проснется, где-то мне интересно сравнить, как грунт влияет, да? Вот. При прочих равных условиях. Вот. А потом, все остальное вы узнаете, впереди вся зима. Так, погреб. Вот, видите, вот эти вот плоды. Скромненькие, грамм по 60. Немножко распухли. Это не самые крупные. А вот это, это как бы символичный снимок я сделал. Это по двое, которые у меня еще есть. К Новому году они кончатся. Вот. Даже не надейтесь, кто захочет это весной или там, а я успею. Вот. А это как бы символично. По двое приводим. Хотите вот такие иметь? Вот. И можно ли иметь, если бы я их не законсервировал, а вот эти бы косточки. У меня тоже такие есть, правда, меньше. Вот такой сильная зима была морозная. Мне не позорит то, что был небольшой урожай в этом году. Это с ним, кстати, старый, несколько лет назад делал. Вот. Не позорит. Почему? Деревья живы. Урожай был. Ну, видели, где-то ведерко, где-то полведерко. Наоборот. Это фиксация мировая. Не должно было бы этого всего быть. Но это должны быть одни дрова уже в печке. Вот. Потому что она выходит за пределы этого, так сказать, научного понятия. Вот. Ну, косточки сравниваете. Манджурский гибридный и Академия. Для чего этот снимок? Он символичен в каком плане? Вот здесь есть гены вот этого. А вот здесь есть гены вот этого. И вот, когда мы эти вырастим, они уже не замерзнут. Ну, разве лучше помечу? Ну, будут варианты. Например, это раз, два, три. Сколько их тут? Раз, два, три, четыре. Пять, девять, да? Вот. Из них один сохранит качество. Парочка будет чуть мельче. Даже, видите, вот он вроде Академик, а косточка намного мельче. Вот. Уже какие-то особенности уже прошли. Но, возможно, вот самый мелкий даст, допустим, 30-40 грамм. Но зато ни черта не замерзнет 40 градусов всю зиму. А те самые крупные, кстати, в этом году у меня косточки крупнее намного. Ну, это детали, ладно. И наоборот. Мельче этих уже не будет никогда. Крупнее? Да. Два-три раза. Со следующего, если доведем до вырожая. И съедобное, и полный погреб заката. Вот. Вот я специально. Самые крупные, самые мелкие. Вот. А между ними уже не пропасть. И эти будут слаще, и эти будут морозостойче. Ну, вот он, Маньчжурец. Моя гостья. Единственная студентка. Сейчас у него свой питомник, свой сад. Все прекрасно. Это вот я специально разместил снимок. Вот он, Патриарх. Вот ему 33 года. Вот он, кстати. А вот это вот самая ценная вещь на свете. Не вот эти вот косточки даже. То есть им цены нет. Это чудо. Это это. А вот эти, которые зашли самосевом. Видите? Тут им не дали зайти. Вот тут. Вот тут была погуще. Не поднялась рука с этой. Как она? С электро. Нет. С бензокосой, да? Не поднялась тут. Все. Видите? Чисто. Вот. Вот это вот. Так называемый. Чуть не сказал самосев. Это осенняя посадка была у Сергея. А я только наблюдал. Видите? Нормально, да? Но на самом деле пожиже. Теперь я объясню почему. Это когда он вот так вот загустел. Кажется, много. Смотрите сюда. Вот сюда. Видите? Уже пожиже. Обратите внимание. Проплешины. Кто работал? Ловим за руку. Вот они мышиные. Работа. Видите? Согласны? Нет? Проредило, проредило. А вот это уже мыши поработали. Вот так вот. Тут варианта два. Помните? Вот как они умеют раскалывать. Кувалды нет. Раскалывают, да? Некоторых, когда я приглядывался, видно, что их грызли. Так. А некоторые не так. Они посажены по железному. По железному старшему, железному младшему. Посажены так, что когда, я потом ниже покажу много фотографий, вы убедитесь, вылазят косточки вместе с ростком. Именно вылазят. То есть, их нету, они под землей. И вот они уже снаружи. Вот. Косточки есть, а ростка нет. Сожрали, сволочи, мыши. Вот. Вот это вот. У меня, когда падали за забор, я так и сфотографировал. Вот росток нормальный пошел. Видите? Вот он. Вот впился в землю. Тоже пойдет. Так. Где еще? Вот этот сгнил. Раскрылся, но сгнил. Почему? Казалось бы, все одинаково. Нет. Это же упало с дерева. Это я их не собирал. Так же? Вот этот раскрылся. Лопнул, раскрылся. Может быть, выживет. Вот. Вот этот вроде бы пойдет. Так. А вот этот уже, по-моему, зеленовато уже не пойдет. А может, пойдет. В общем, смотрим сюда. Вот они лежали и всходят. Схожесть, конечно, не та. Понятно. Мыши еще не добрались, как ни странно. Хотя это все в дерне. Вот. Вот вам яркий пример, как идет сам осев. Вот так он идет. Мы это дело упорядочим. Мы хотим, чтобы у нас было вот так вот. Даже не так. Еще эти были посажены осенью. Понимаете? И над ними поработали мыши. Вот эти посажены. Нет. Это тоже осенью. Это оно же, просто это. Когда вырастет, кажется, шик много. На самом деле, жидковато. Вот. А вот это она же. А вот это вот посажены весной. Совсем другое дело. Отсиделись в погребе. Вот. У Сергея. Могут отсидеться в холодильнике у вас. В феврале сырой песок. В апреле будь здоров. Так и просится наружу. Вот примерно, что касается сертификации. Теперь идем дальше. Вот. Сейчас покажу сам процесс. Вы видите. А! Защита от мышей. Трубки нарезал. С одной стороны тряпку втыкаю. Просто как закупориваю. А с другой стороны. А! Вот они тряпочка. Вот тряпка, тряпка, тряпка. Видите? Тряпка, тряпка. Тряпка. А с этой стороны засыпаю эту самую отравленное зерно. И главное спасти птиц. Вот. А вот в бутылках. Вот раскладывает. Татьяна Александровна. Вот видите. Вот это вот прикоп. Это прикопано у нее. Из тайги прямо привезены яблоньки дикие. Сибирки натуральные. Все прикольные. Вот хисеницев тут нет. Вот они прикопаны. А вот защита от мышей. Вот так вот. Процесс продолжается. Это тоже бесценная вещь. Когда вот это есть самосев. Видите? Тут их потом травой забило. Вот тут, вот тут. Ну их несколько. Это оградка, чтобы не скосить. Вот. Вот самый ценный вещь никому не нужна. Вот это вторичные всходы. То есть первый год плохо взошли. Или хорошо взошли. Но не все. Вот. Потом отсюда грядка была убрана. А они взяли и снова пошли. Вот так вот. Эта косточка войлочной вишни попала. Даже не в землю. Вот чем кончилась. Вот он холм. Так. Ну а дальше смотрите. Вот всегда, когда... Эта косточка была посажда, я так понимаю. Мне прислали много фотографий. Я надеюсь, они вам нужны. Вот. Знаете, что сейчас сделаем? Уже прошу. Это оказывается уже... Мы почти полтора часа говорим. Вот. Давай тогда смотрим и понимаем уже. Смотрим, понимаем. Все это было посажено под землю. А как оказалось над землей? Догадайтесь. Вылазят оттуда косточки, семечки. Вылазят. Вот. Еще важнее момент скажу. Надо уже заканчивать. Я вам надоел. Вот. Никогда не растите вот так вот в тепле. Потом посадите, все это гибнет. Вот. Взошло. Караул. Вот. Когда у вас они... Вообще куча еще. Вот сейчас еще покажу вам побольше. Вот. Что-то пропускаю. Что-то вы уже и так понимаете. Это просто бесценная фотография, которую мне прислали. Бесценные. Вот сейчас вот эту скажу. Вы видите, буквально еще несколько минут. А самым важным. Не все, а самое важное. Вот видите, листик торчит. Вот здесь-то как раз заглублена косточка. Догадайтесь где-то. Садебятые четыре пять. Согласны? Раз листик аж под землей оказался. Все. Хана ему. Я уж грубым языком говорю русским. Хана. Ошибка. А человек хотел как лучше. Он даже камень притащил. Якобы нагревать эту землю. Насчет камня молчу. Не пробовал. А то, что посадил на смерть уже. Вот этим бесценный снимок. Вот. А сейчас еще одну мысль договорю. Наверное, и все на этом. Если я буду подолгу говорить, на третьей занятии вас не дозовешься. А я вас наоборот прошу. Приглашайте всех. А вот два момента. Первый. Холмы, да, по железу. В данном случае гряда. Дружные сходы видите? А кто-то мне пишет. Ни одна не взошла. Я говорю, что. Человек предусмотрительно вроде бы замульчировал, чтобы меньше поливать, да? Я говорю, что гряды и холмы сохнут. Тут надо чаще поливать. Тут надо умудриться, чтобы зашли. Ну вот человек смог, чтобы зашло. Еще и замульчировал. Но не дай бог эта мульча сгноит корневой шейки. Тут надо следить. Зашло, я бы уже мульчу убрал бы. Дальше уже не так страшно. Самое страшное, это когда человек пишет. Посадил косточки, там, 50 или 20 штук. Посадил на гряду или посадил на холмы. Он забыл, что не хватает влаги, чтобы разорвать скорлупу. Вот этот момент хотел сказать, да? Потом спрашивает меня, что можно кроме земли, кроме как землю садить. Вот человек посадил, да? Вот, это какая-то, как сказать, чуть ли не искусственная. Вот так вот, я вам показывал под бутылками. Ну, кто-то вот так делает. Ладно, почти без комментариев. Вот удачные всходы, согласны? А это значит, что когда были посадлены косточки, видите, косточки там вылезли, вот они только. Посмотрите, как здорово. Значит, будут жить. А вот это вот он уже снял. А значит, на момент самый опасный, ранее эти самые заморозки, там, то есть все. Помните, для чего эксперимент провожу вот тот? Тот самый эксперимент. Что там банки с разной землей. Вот. Чтобы показать, перепады с плюса на минус провоцируют на раннюю схожесть. На раннюю схожесть. Вот. А человек взял вот таким путем. И, кстати, не просто схожесть хорошая. Даже не знаю, у кого это. Спасибо за снимок. Но они-то как раз и вызовут до зимы. Вот. Потому что не было бы возможно вот этой самой защиты. Это же обычная, самая обычная теплица. Вот. Вот такой я оговорился. Парник, парник. И вот этот парник, без него, они бы сейчас только начали сходить, если вообще взошли. И были бы гораздо хуже по качеству. Их задача вызвать до весны. Замечательный снимок. Ну, все снимки уже не буду я. Вот еще странно, да. И земля-то не такая, которая легко влагу теряет. Все, все зашло. Спасибо на том, хоть мне не вы. Но, еще снимок. И этот заглублен. И этому верная смерть грозит. Вы уже поняли. А вот это нормально. Это уже начинает вылазить. Вот. Вот результат. Вот. Есть двойное. Кто-то садит сразу в землю, а кто-то в горшочке. Но. Вот здесь, еще раз. Вот это все в тепле. Это все опасно, невероятно. Сейчас я найду, получу снимок. Вот это высаживать срочно уже в землю. В горшочке в крайнем случае. В самом крайнем. Вот что опасно. Вот это все никогда не делайте. Вот это получается. Они вынуждены лезть на свет. Если вы заполняете, то полностью. Во-вторых. Это теплый подоконник. На смерть растят. Практически. Вот когда такое случается. Холод. Плюсовой, но холод. Поняли? 2-3 градуса тепла. 4-5. И пусть задержать, задержать развитие. Пока снег растает, пока земля тает. Вот это я хотел сказать. Важнейший момент. Вот. То же самое. Вот всегда, когда скорлупа садится, скорлупа по землю. Вот это самое то. Вот она, долговечность. Вот это на вечную, наверное, смерть посадили. Вот. Меня спрашивают. Разная суспензия. Не обязательно песок. Пожалуйста. Кто-то смог вырастить. Но. Меня вопрос задавали. Помните, я отвечал на прошлом занятии. На первом. Ну, допустим, это мох. Но эти уже сгнило. Невозможно. Так как вот песок. Я могу пощупать его и сказать. Суховат. Влажноват. Сам а то, могу сказать. А здесь зачем? Вот уже сгнило. Ну, слава богу. В основном выжили. Кстати, это мои. Видите? Маньчжурский обрехот реализован. Вот. Опаснейшая вещь. Еще раз говорю. Вот это самая солома. Вот чем кончается. Видели? Вот это место святое. Проветр. Самое сухое место на свете. Я к тому, что потом вырастет, начну отрезать ветки целиком. Делать эти раны на кольцо. Глупость, дикость. Что-то я опять митинговую. Здесь, кстати, пошло. Видите? Нормально. Вот. Молодцы. Вот. Это мой снимок. Присыпал. Еще. Ой, жалко уже. Время. Стыдно. Полтора часа отнял. Значит, этом я садил семечки уссурийской груши. Прочитал, что там, где корка схватывается, она не может пробить. А действительно, такие весны бывают. Что не может пробить. Ну, я взял бороздочки, а сверху песочком. Чистым песочком, речным. Ну, правда, зашло более-менее. Ну, недружно. Я понял так, что этот песочек высыхает быстро, и у семечек не хватает. А лишний раз поливать когда? С работы на работу. С работы на работу. Поняли, да? Можно, но поливать даже лучше. У кого такая почва, которая коркой схватывается. Хороший совет. Это не мой совет. Сам прочел. Вот. Я попробовал. У меня получилось схожее с процентом 50. Для меня это мало. Вот. Уже не все комментирую. Вот это вот. Почти по Латинкову. Не знаю, кто снимок прислал. Значит, там, допустим, между двумя досками раскладывается. Это примерно то же самое. Раскладываются косточки, допустим. И вот это между двумя досками засыпается. Потом доски убираются. Получается худо-бедно холмик. Не холмик, а гряда. Вот. Хорошая идея. Мне нравится. Так. И это мне нравится. И это мне нравится. И это мне нравится. Холм, да. А сейчас все равно ямку сделаем. Но ее можно легко убрать, правильно? Вот это самое противное. Мне не нравится. Потом высаживают. Растет все на подоконнике. Ура. Вот это все не нравится мне. Вот это все не нравится. Ну, и они все снимки уже вам, это, как сказать. Вот это мне не нравится. Не знаю, душа не лежит. Хотя это все книжное. Вот ранние всходы я уже проверял. Рано застатифицируешь. Рано. Почувствовать весну. Так, надо заканчивать. Кусочек книги. Вот эта книга. Полторы тысяч экземпляров. В неделю по одной книге продаем. Лет сто понадобится. Вот. А книга хороша. Все говорят. Это не я говорю. Восторг дичайший. Эта книга уже напечатана. Следующий счет только. Собираем деньги. Гарантированно будут только те, кто заплатит заранее. За следующую книгу. Вот эта вот книга. Сибирский сад или сотворение чуда. А Северный сад сотворение чуда своими руками. Кусочек от нее. Из нее. Как я учу. Вот. Ну это свежие фотографии неделю назад делал. Это. Вот клянусь Богом. Вы видели. Когда две женщины. Собрали с под этого. С под этой груши. Это сварок. Вы видели, что с нее собрали на ваших глазах. Ну это пять-шесть. Потом я сказал, хватит. Семена больше не купят. Это улучшенный сварок. Я рассказывал о нем, как я его улучшил. Ну это по Мичурину. Я не знаю, что я повторяю путь Мичурина. Мичурина называется насыщение ментора. Ну вот результат. Видите. Это столько сгнило. И сейчас так и лежат. Это я к тому, что я не болтун. Хотите иметь такие выражения. А вот кстати. Вот эта вот книга, которую мы не можем продать. Строценко зря постарались. Вот. А эта фотография моя символичная. Это Москва. Это январь. Это мертвые саженцы продают. Не только хлебом единым жив человек. Надо все-таки нажать на кнопку. Посмотреть, что сейчас есть. Вот. И за зиму изучить все остальное. Сейчас я не буду листать. Это долго наверх. Вы видите, какие там темы. Это для... Все-таки для волшебников. И в какой большей части, я надеюсь. Потому что простые датчики, они сейчас с нами... Они спят. Сейчас у нас... ночь в Сибири. На Урале поздно. Вот. Им это не надо. Потому что весной они пойдут в магазин. Знаете? Интернет-стукой магазин. Это... Магазин умирающих деревьев. Как их реанимировать? А мы еще будем в других фильмах. Ой, других. О этих... Моих лекциях. Человек. Будем их реанимировать. То, что... То, что вы на рынке купите. Если кто-то с датчиков случайно затесался в наши ряды волшебников. Ну, не забывайте тех, кто будущие питомниководы. Вот. Если по большому счету, да, рынок забит. Но негодным материалом. Значит, есть шанс вырасти в сад, превратить его в питомник. Я уже рассказывал. И это будет одной из наших тем. Вот. К весне уже многие должны все знать. Те, кто хочет сделать садоводство в своей профессии. Ну, все, друзья. До свидания. Вот. Я тему семян практически раскрыл. Вот. Желаю вам удачи. Продолжение следует...